В эфире «Дождя» один из лидеров оппозиции Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, член Президиума Координационного Совета. Павел Латушка, я приветствую вас в эфире «Дождя». Слышите ли вы студию? Да, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте прямо пойдем, если позволите, по основным тезисам этого короткого выступления Владимира Путина. Он говорит, мы призываем к диалогу. Подобный диалог между белорусской властью и оппозицией возможен? Ну, прежде всего, мы говорим о том, что, со слов Путина, звучит, что в Беларуси страна успокоилась, или ситуация успокоилась. Это был мой следующий вопрос. Да, конечно. Да, если при таких массовых прессе столько людей отправить в тюрьмы, подвергать их преследованию только за свои политические взгляды и даже за протест против насилия, то, конечно, наверное, страна успокоилась. Но, как сказал один известный белорусский социолог, это страна заасфальтированного гнева. Гнева у белорусов, которые 80% по всем социологическим опросам, и, кстати, известным в Кремле, не хотят больше видеть Лукашенко во главе Беларуси и не признают его как легитимного правителя в Беларуси, фактически узурпировавшего власть. Если мы говорим о призыве к переговорам, важно, что первый адресат – это власти. И как раз-таки именно власти блокировали все какие бы ни было попытки еще в прошлом году к таким переговорам. Если президент России, я здесь, наверное, буду скорее представлять себя дипломатом, готов выступить гарантом выполнения требований белорусского общества. Первое – освобождение всех политических заключенных. Второе – прекращение массовых репрессий и привлечение к уголовной ответственности всех виновных в преступлениях в отношении белорусов, начало, по крайней мере, этих уголовных процессов. То третье – мы действительно готовы обсуждать транзит власти, готовы обсуждать в том числе при гарантиях одного из партнеров Российской Федерации. И как раз-таки мы предлагаем тогда Российской Федерации направить своего представителя в Вену, где соберутся представители практически всех демократических сил, и активных сегодня на политической сцене в Белоруссии, на конференцию, посвященной Белоруссии. Она состоится в понедельник, и там будут также присутствовать министры иностранных дел практически большинства стран-ченов Европейского Союза. Пожалуйста, мы готовы обсудить под гарантией зарубежных западных партнеров и Российской Федерации транзит власти и назначение в самое ближайшее время новых выборов. Но условия – это освобождение политических заключенных. С какой оппозиции говорить? Та, которая сидит в тюрьме, можно ли говорить с оппозицией, которая сидит в тюрьме? Можно ли говорить с Светланой Тихановской? Можно ли говорить с Павлом Латушко? Но наши условия – освободить всех. И тогда мы все будем вместе готовы говорить об одном – о назначении даты новых выборов. Что касательно соотношений с Российской Федерацией? У нас никогда не было антироссийских настроений. Но я думаю, в Кремле очень четко понимают, что дальнейшая поддержка диктатора, которого не поддерживают белорусы, влияет в том числе и на восприятие как Кремля, так и российского общества в целом. Я с сожалением о этом и говорю. Но все социологические опросы показывают, что рейтинги руководства России ниже, чем рейтинги руководства той же Польши, так критикуемой, той же Германии, той же Украины. И это реальность, которая подталкивает Кремль к определенным действиям. Или, если ответы не последуют на такую позицию, значит, это просто игра, значит, это просто попытка в публично, может быть, Это ведь первое подобное заявление представителей Кремля или нет? Да, оно первое заявление. Поэтому, как дипломат, я и говорю о том, что мы готовы принять как гаранта, ну, это мое мнение, конечно, я думаю, что нужно говорить со всеми демократическими силами, которые сейчас могут, кроме тех, кто находится в тюрьме, говорить. Но, наверное, Россия может быть выступить одним из гарантов. Вместе с западноевропейскими партнерами по освобождению всех политических заключенных, прекращению репрессий и в последующем гарантов транзита власти в Беларуси. Крис Павел Павлович, вопрос к вам вновь как к дипломату. Является ли конспирологической конструкцией примерно следующее? Александр Лукашенко с помощью миграционного кризиса на границе с Беларусью добивается того, что этот кризис обсуждает Путин с Меркель и говорит ей, вам нужно вести прямые переговоры с Лукашенко. После этого Маккей, министр иностранного дела Беларуси, разговаривает с Боррелем. После этого Лукашенко дважды разговаривает с Меркель, чего не было многие месяцы и чего, судя по всему, он добивался. Об этом мы неоднократно говорили у нас в эфире. И после этого вот это вот впервые звучащее в подобном ключе выступление Владимира Путина. Насколько это уместно вписывать в некую общую траекторию или это чересчур? Это первое, что мне пришло на мысль, что это действительно спланированный сценарий, потому что логично это именно все и так выглядит. Но у меня только что завершилась встреча в Министерстве иностранных дел с государственным секретарем МИДа Германии господином Мигелем Бергером, где было сказано очень четко. Первое, Германия не признает Лукашенко в качестве президента Беларуси. Это очень важное политическое послание и решение правительства Германии. Второе, речь не шла о ничем, ни о каких других вопросах, кроме разрешения миграционного кризиса. С одной стороны, я говорю это с сожалением, потому что в заложниках у Лукашенко находятся не только граждане Ирака, курды, а находятся миллионы белорусов. И забывать в этой ситуации о жертвах среди миллионов белорусов в репрессированных, сидящих в тюрьмах, это, конечно, недопустимо. И об этом я говорил в том числе и представителю правительства Германии. Здесь получил заверение, что Германия дальше будет принципиально жестко придерживаться позиции о выполнении требований белорусского общества, вплоть до проведения новых выборов. Так что здесь речь скорее шла о разрешении этого миграционного кризиса, который уже угрожал не только безопасности Европы, но в том числе и безопасности белорусского народа. Здесь можно также согласиться с этим мнением, потому что Лукашенко настолько безумен, что он может подставить в очередной раз под удар и нас, белорусов. Но мы опять же позиционируем, что это только следствие той глобальной проблемы, которая есть. Действительно, сегодняшнее заявление выглядит логической цепочкой, Ну, если мы все-таки можем иметь хоть какую-то малейшую надежду, хотя на это сложно, конечно, надеяться в искренности намерений, но тогда мы и говорим, пожалуйста, выступайте гарантами, освобождайте политически, добивайтесь. Если вы можете это добиться от Лукашенко, ну, сделайте тогда это. Мы будем только рады. Если нет, зачем тогда эти предложения? С какой оппозиции говорить? В Беларуси оппозиции нет. Вернее, извините, она есть, она сидит вся в тюрьмах. Другая часть оппозиции находится вынуждена за границей. И тем не менее, наверное, завершающий вопрос. Можно ли считать политическим, геополитическим, внешнеполитическим успехом господина Лукашенко всю эту историю с мигрантами, внезапно как будто бы оказавшимися в Минске, а затем на границе Беларуси и Польши, если как итог у него состоялись впервые за долгое время, пусть и посвященные одной конкретной теме, но, тем не менее, два телефонных звонка с Ангелой Меркель. Ну, вы знаете, если это можно с точки зрения белорусской пропаганды рассматривать, то это тактическая победа чисто для белорусской пропаганды и, может быть, для в определенной степени самолюбия Лукашенко. Стратегически позиция не меняется, и у нас в Вене состоится конференция, где, я надеюсь, будет представлена общая позиция большинства стран Европейского Союза в сохранении жесткой позиции. Соответственно, тактически для пропаганды он получил какие-то микроскопические дивиденды. Да, действительно, мы были обескуражены, действительно, мы были удивлены, почему в этом контексте не звучит проблема репрессированных белорусов, и мы отстаиваем и будем наставить этой позиции, что диалог с Лукашенко нет смысла вести. Переговоры с Лукашенко имеют смысл только об одном при выполнении условий – это переговоры о назначении новой даты выборов президента Беларуси без участия Лукашенко. Мы будем придерживаться этой позиции, надеюсь, что эту стратегическую позицию будет поддерживать и в целом Европейский Союз. По крайней мере, меня заверили это сегодня от имени правительства Германии. Я благодарю вас, Павел Латушка, руководитель народного антикризисного управления, член Президиума Координационного Совета, один из лидеров белорусской оппозиции.